Со временем разъёмы совершенствовались. Сначала это был мини-USB, далее микро-USB, и теперь это USB-C. Существует множество моделей этого разъёма. Одна из самых распространённых – это модель с 16-ю выводами. Они достаточно маленькие и расположены достаточно плотно. И если раньше плату для микро-USB можно было сделать даже по технологии LUT, то сейчас это, мягко говоря, затруднено. К тому же, у микро-USB всего лишь 5 выводов. У USB-C может доходить до 24. Из-за того, что он двухсторонний. В любительских устройствах разъём USB используется, как правило, для питания устройства. Таким образом, выводы для передачи данных нас не особо интересуют. Нас интересует упрощённый разъём USB-C, который бы имел маленькое количество выводов. И, к счастью, такой есть. В сравнении очень хорошо видно, что в новой модели выводы большие и расположены в достаточно большом расстоянии. И сделать плату для такого разъёма можно даже по технологии LUT или даже начертить маркером. При этом сохраняется вся универсальность и надёжность разъёма USB Type-C. Ну что ж, можно попробовать это сделать. Конечно, лучше, чтобы выводы корпуса были вставлены в соответствующие отверстия и таким образом надёжно закреплены. Но для односторонних печатных плат можно их просто разогнуть. Имея нестираемые маркеры и немного выдержки, можно с лёгкостью начертить дорожки для такого разъёма. После травления можно получить плату приемлемого качества. Таким образом, сравнивая даже с microUSB, изготовление плат значительно упростилось. Остаётся надёжно припаять этот разъём. С мелкими выводами отлично справится тонкая жала. Здесь при пайке я немного поплавил пластмассу, но это не страшно. Главное то, что монтаж также упростился соответственно. Теоретически, через этот разъём можно питать нагрузку до 100 Вт. Хотя обычно она использоваться будет, конечно же, всего лишь для 10 Вт, 5 Вольт 2 Ампера. Заявленный ресурс работы 10 тысяч. То есть, если вставлять и вынимать из этого разъёма штекер по 8 раз в день, то его хватит примерно на 6 лет. В общем-то, это отличный показатель и, скорее всего, при аккуратном использовании он проживёт ещё больше. По бокам расположены выводы минуса. Далее идут выводы плюса и посередине два вывода для управления питанием. Они помогут зарядке определить тип устройства, активное или пассивное. И, соответственно, выдать нужное нам 5 Вольт. Сравнивая надёжность обычной версии USB Type-C и упрощённой, можно обратить внимание на шат штекера в разъёме. Здесь есть зависимость всё-таки от размера самого штекера. В целом здесь шат мал. В 6-водном разъёме шат всё-таки будет немного больше. Подключив провод USB Type-C к обычному зарядному устройству и разъёму на плате, можно получить 5 Вольт. Но что будет, если подключить зарядное устройство с поддержкой Power Delivery? А на выходе нет ничего. Для того, чтобы исправить ситуацию между минусом питания и выводами управления питанием, необходимо припаять резисторы на 5,1 кОм. И после этого зарядное устройство будет понимать, что нужно выдать 5 Вольт. Это очень важно и об этом нужно помнить. Так как не подключил эти резисторы, очень сильно страдает универсальность разъёма USB Type-C. А вместе с ними можно использовать единое зарядное устройство для самых разных устройств. И с единым универсальным зарядным проводом USB-C и USB-C. Вообще разных видов USB Type-C выпускается очень много. Но конкретно документацию именно на этот я не нашёл. Но зато есть на очень-очень похожий, который только отличается вырезами наверху. Посадочное место позволит без лишних затрат времени сразу же использовать этот разъём в своих проектах. Под ним, кстати, лучше не размещать никакие дорожки и переходные отверстия. Но в случае крайней необходимости обязательно их закрывать маской и дополнительно при монтаже защитить клейкой лентой. Удобно использовать жёлтую термостойкую ленту. Очень хорошо, если при создании печатных плат к каждому из компонентов прилагается объёмная модель. Что позволяет не только хорошо оценить компоновку компонентов, но и лучшее решение их положения. Использовать в дальнейшем это для проектирования корпуса и получить качественные рендеры платы. Упрощённая модель разъёма USB Type-C на 6 выводов поможет это осуществить. При мелком опте цена за штуку около 13 центов, а при неотслеживаемой доставке можно добиться цены ещё ниже. То есть переход от устаревшего microUSB к новому USB-C не увеличит цену устройства, скорее всего.